На заснеженных улицах Новочебоксарска появились зелёные поросята, медведи и ослик. Как они оказались в городе Химиков и как их приняли новочебоксарцы, выясняла наша съёмочная группа. Наф-Наф уверенно смотрит в бинокль, пока его самого рассматривают прогуливающиеся новочебоксарцы. Фигурки трёх поросят, символа следующего года, зазеленили на улице Винокурово среди декабрьских снегов, чем подняли настроение местным жителям. Наконец-то, говорю, дети будут радоваться. Не только дети, а мы. Нам и то хорошо. Приятно. Молодцы. Кто придумал. Можно предположить, что в бинокле Наф-Наф увидится в прямом смысле слова светлое будущее Новочебоксарска. В первую очередь тьма раступилась на улице Винокурово. Здесь поставили новые фонарные столбы. Вообще власти города постарались сделать эту зону прогулочной. Здесь обустроили детскую и спортивную площадки, установили лавочки и урны, местами обновили тротуар. Животные появляются вечно зелёные. Да ведь? София, мы очень рады. Спасибо вам, что стараетесь для нас. Неужели мы в телевидение попадём? Кстати, преображение нечётной стороны улицы Винокурово во многом заслуга самих новочебоксарцев. Именно за её благоустройство высказалось большинство горожан на рейтинговом голосовании 18 марта. Сейчас, конечно, намного интереснее здесь прогуливаться. Даже можно с детьми. Что-то интересное, какие-то объекты новые останавливают, ребёнок рассматривают. Между тем, в администрации Новочебоксарска уже наметили, как продолжить благоустройство города. У нас есть интересный проект создания большого детского городка, детского парка. Если мы реализуем наши идеи, которые у нас в голове есть, наши дети получат очень интересный уголок в городе Новочебоксарске, где они могли бы бегать, прыгать, играть, развиваться, где было бы безопасно. Установить этот детский городок власти Новочебоксарска планируют перед дворцом детского и юношеского творчества. Виктор Вавилкин, Татьяна Иванова, Виктор Степанов. Вести Чувашия.